Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь я указываю предыдущие, которые были у нас занятия, пять штук пока. Ну вот на первом занятии, второе, если только подключается к нашей теме, надо бы проработать, вручную набрать эти вот файлы и посмотреть этот материал. Ну а другие материалы кончаются тут в новом строении молекул, атомов. Итак, сейчас мы вернемся, мыслимо, к XIX веку, бурному развитию экспериментальной науки и в химии, и в физике, где трудами Парадея были заложены основы электромагнетизма. На прошлом занятии мы говорили о знаменитых экспериментах ФИЗО. Где для объяснения нарушения правила по сложению скоростей, требуемого классической физикой, ученые пришли к выводу, что между молекулами газа находится мировой покойщийся эфир, о котором еще говорили древние философы. Это было закреплено трудами Лоренца, разработавшего теорию электромагнетизма и явлений электромагнитных при существовании мирового покойщийся эфира. И наука стала развиваться дальше. Стал вопрос подтвердить экспериментальное существование мирового покойщихся эфира. И это сделал знаменитый экспериментатор Майкельсом. Он в 1881 году под Берлином провел эксперименты. А потом, более точно, это сделал уже в Америке в 1887 году вместе со своим напарником Морли. Там условия были лучше, чем под Берлином, где все-таки большой город и, возможно, были какие-то нарушения из-за вибраций. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы определить движение Земли через мировой покойщийся эфир космоса, так называемый эфирный ветер относительно Земли. Вот хорошо эксперименты Физо и Майкельсом и возникновение кризиса физики во второй половине XIX века описаны Эйнштейном в первом томе его «Четырехтомника трудов». Итак, схема эксперимента и конструкции показана вот на первом рисунке. Вот схема прибора, вот этот, конструкция его интерферометра, его интерферометра Майкельсона. Схема работает следующим образом. Вот имеется источник монохроматического цвета. Далее через линзу он проходит и пучок света попадает на полупрозрачную пластинку. Часть света проходит по этому же направлению, а другая – перпендикулярно. Отразивших от зеркал, эти лучи снова возвращаются на полупроводниковую пластинку. Уже вот этот свет вертикальный проходит прямо в зрительную трубу, а этот, отразившийся от пластинки, тоже в зрительную трубу. Ну, поскольку это монохроматический свет, мы имеем два потока лучей. Когерентных, то есть на одной частоте. Поэтому при сложении их получается интерферационная картинка. Вот можно видеть глазом. Вот она такая. То есть полосы. Темные светлые полосы. Теперь, вот тут схема ниже показана, в чем закрутялся, значит, что хотел получить Майкельсон. Вот Солнце. Ну, тут нарисовано, как мы раньше еще говорили, оно имеет свою эфирную оболочку. Вот Земля тоже имеет свою эфирную оболочку. И вот Земля вращается по траектории вокруг Солнца. А вот прибор этот, интерферометом, у него два плеча, одно и другое. Поставлено таким образом, что одно плечо, скажем, вот это, в направлении к Солнцу направлено, а другое – в направлении по касательной движению, то есть по траектории движения. Что же должно получиться в этом случае? Вот то плечо, которое движется по траектории, получается, что время прохождения луча будет быстрее, чем в другом плече. И поэтому при сложении получится интерферационная картинка. А когда вот этот прибор, начиная медленно, поворачивает вокруг своей оси, то плечи меняются местами, как уже наоборот, другое плечо станет по направлению движения, а то, которое было по направлению движения, ставит перпендикулярно. К направлению к Солнцу. Ну и при этом движение, естественно, сложение когерентных лучей происходит, и картинка будет меняться, с эти полосы начинают сдвигаться. И это должно быть замечено при наблюдении этой картинки. Так был настроен, вернее, рассчитан этот эксперимент, что несмотря на то, что скорость вокруг Земли всего 30 км в секунду, а скорость света, мы знаем, в 10 тысяч раз больше, но все равно вот это плечи были большие, и вот эта интерфункционная картинка должна наблюдаться, и наблюдаться должно ее смещение. И вот первый раз в Берлине вывод Майкельсона был такой, что никакого движения Земли относительно вот этого мирового покоящегося эфира нет. Ну, возникли сомнения у всех ученых, поскольку уже хорошо был объяснен опыт в ВИЗО, уже работала, были большие теории и плорница, ну и уже ученые смирились. Меня радовали тому, что не нашли вот этот покоящий эфир. Ну, значит, наш фильм остановился, сейчас на минуточку, что этот эфир найден. Были сомнения, как я говорю, и тогда Майкельсом вместе с своим напарником Морли уехал в Америку, как я сказал, и повторили этот эксперимент других более лучших условий. И опять вывод Майкельсона был то же самое. Никакого движения Земли вокруг этого эфира нет. Вот тут, как пишет Инстейн, возникла, конечно, ситуация, когда результаты полученного эксперимента противоречат тому, что уже было установлено наукой в опыте ВИЗО. Ну, сам Эйнштейн и его соратники, ученые, это и Гворинс, и Панкаре, и Лармор, которые считаются вообще-то основателями этой теории относительности, хотя она и носит имя Эйнштейна, потому что все описано им в его трудах. Пришли сомнения, как же быть? Ну, долго думали, ничего не могли придумать. И Эйнштейн, хотя и они, и Эйнштейн были сторонники эфира, знали, что эфир такой существует. И вот уже спустя 18 лет, в 1905 году, вот тут написано, вышла работа, первая работа Эйнштейна, в которой он дает решение проблемы путем признания относительности времени, давшая новое направление и физики, и философии. Это релятивизм. От лассийского слова релятивус, то есть относительность. Здесь мы должны остановиться на понимании классической физики и релятивистской, рассматривающих движение тел во времени. В классической физике время течет одинаково во всех системах, независимо от скорости их движения и положения пространства. Время служит, по словам Аристотеля, для того, чтобы отличить настоящего, от прочейшего. Но, поскольку в природе существует много движущихся систем, одна находится у другой, то это новое положение относительности времени усложняет науку. Мы обратим внимание на известное изречение. Все в мире относительно. Это, мы все знаем это изречение, но в данном случае относительность времени к этому не имеет никакого значения. Относительность времени как раз и говорит о том, что время соотносится или относительно связано со скоростью движения системы. Вот в каком смысле относительность времени надо понимать. ну, подробно о доказательствах Эйнштейна мы поговорим на следующем занятии. А пока приведем только формулу преобразования времени. Вот формула здесь написана. Я не буду ее расшифровывать, она и так понятна. Вот время движущей системе Т4, оно вот таким образом связано с временем Т покойщей системы. Вот такое понимание времени, зависящее от скорости, противоречит древней философии, классической физике Галлии Детона, да и самой природе, создавшей человека. Уже в начале XX века многие великие ученые, например, Тимир Язин, выступил против релятивизма, против этой теории, но за неимением лучшего решения специальная теория относительности СТО Эйнштейна стала развиваться далее, перейдя в общую теорию относительности ОТО и главенствия в науке до сих пор. входя практически во все направления наземных наук и астрономии. Теперь давайте дадим решение кризис физики, призная эфир и его свойства. вот тут написано красный и очень давно и 19 веке и сейчас многие люди даже небольшие ученые знают философское понимание природы состоящих из четырех элементов земля, вода, воздух, эфир или огонь. Сегодняшнее понимание элементы это значит среда. Поэтому вот этим четырем названиями соответствуют соответствующие среды. Твердая, жидкая, газообразная и эфирная среда. Мы знаем, что все среды обладают массой и характеризуются плотностью килограмм на метр кубий. Мы не имеем права исключить эфирную среду от этой характеристики, хотя плотность ее намного даже порядка уменьши плотности других сред. Теперь понятно, что эта эфирная среда притягивается к эфирной среде космоса притягивается к массе Земли. Мы об этом еще говорили. И вокруг Земли образуется эфирная оболочка. Вот тут нарисована Земля, эфирная оболочка и таким образом понятен был опыт ФИЗО. Мы говорили, что этот эфир является неподвижным относительно Земли. Он удерживается Землей. То же самое и при вращении Земли вокруг Солнца тоже этот эфир удерживается Землей и поэтому никакого, конечно, движения Земли или эфирного ветра быть и не должно быть. Что и подтвердил опыт Майкерсона. Мы в очередной раз показываем, как неправильное объяснение эксперимента приводит к ложным теориям. На предыдущих занятиях мы говорили о квантовой теории и бесполезности построения коллайдеров для изучения микромира. Однако результаты Майкерсона вызвали не просто недоверие ученым, но и многие ученые во всем мире стали перепроверять этот эксперимент и показывают, что все кинет, эфирный ветер существует. Еще эти эксперименты шли до 30-х годов, то есть больше 40 лет со времени окончательного решения опыта Майкерсона. Все пытаются найти, что эфирный ветер есть. Да и сейчас, ну, не знаю, есть ли такие, которые нет, но даже среди сторонников эфира все считают, что эфирный ветер есть. Я уже сказал, что во всем мире было очень много экспериментов. Большие затраты на это произведение было пройдено более 850 экспериментов, но ни один из них не подтвердил, что есть эфирный ветер со скоростью 30 км в секунду. Однако об одном эксперименте мы скажем. Этот эксперимент провел Георг Иос из Иены. Он использовал интерферометр с длиной аптеческого пути, то есть намного больше был, чем интерферометра Майкерсона, чтобы получить большую точность. Такая длина пути была почти 21 метр. И его вывод был такой, что эфирный ветер есть, но он не может превышать больше 1 километра в секунду. Вот давайте объясним результатов эксперимента. Еще раз говорю, вот Земля, вот ее эфирная оболочка, вот этот эфир, эфирная оболочка, он действительно большой силой притягивается к Земле. И эта сила направлена к центру Земли. Но если мы рассматриваем движение вот этой поверхности при вращении Земли, мы рассматриваем сейчас вариант, мы знаем, что Земля вращается в круг своей оси. Так вот при вращении Земли вот эта сила, она практически равна нулю. Почему? Ну, чтобы определить ее, надо умножать направление отлично нормального, надо умножать на космос угла, вот это, он 90 градусов. То есть космос 90 градусов равна нулю, и получается, что Земля в своем движении, вот эта поверхность Земли, она проскальзывает мимо своей оболочки, то есть проскальзывает и действительно тогда прибор будет наблюдать этот эфирный ветер. Ну, это легко посчитать, зная, сколько за сутки секунд и сколько периметр ну да, Земли там, больше 40 тысяч километров. Ну, эту цифру можно получить в самом лучшем случае примерно 0,7 километров в секунду. То есть она не противоречит, а наоборот подтверждена опытом вот этого Георгия Иосифа. Итак, мы видим, что пренебрежение или невнимание ученых достижением древних философов о существовании эфирной среды привело науку к ложной теории относительности, господствующей более 100 лет. И пора исправлять эти ошибки. Ну, давайте прочитаем здесь вывод у меня красным данным. Первое. Признать эфир мировым покойщимся грубая ошибка ученых. Второе. Эфир космоса всегда связан с микро, с макротелами, образуя эфирные оболочки тел, и всегда он будет двигаться вместе с этим телом. Третье. В опыте Макклессона эфир оболочки Земли движется вместе с Землей. Поэтому никакого эфирного ветра от этого движения не существует. В опыте ФИЗО эфир между молекулами газа удерживается неподвижной массой эфира. Тут и на рисунке три это показано. Далее. Объяснение экспериментов ФИЗО и Макклессона исключает необходимость разработки специальной теории относительности. Ну, можно говорить и дальше не имеет смысла заниматься общей теорией относительности. Но, тем не менее, мы знаем сегодняшнее состояние науки, что для нее означает теория относительности. И еще один фактор реальной писалки ведущей в науке является теория, не противоречащая философским основам знаний. Эксперимент является лишь подтверждением теории. Ну, вот все. Но я хочу еще раз обратить внимание, хотя и мало, но есть в комментариях выступают люди. Мы им благодарны, конечно. Ну, некоторые из них вроде говорят, что понимают, о чем речь, но все это только теория, а вы нам дайте практику. Так вот, я еще раз повторяю, главное, если мы хотим знания наше научно-развива, это теория. А вот когда она будет хорошая, правильная, то и будет соответствующий практический результат. Я думаю, мы к ним, к этим результатам серьезно придем, когда полностью рассмотрим физику. Еще впереди очень много работы. Спасибо за внимание, выступайте в комментариях, и я вам с удовольствием отвечу на ваши вопросы. с удовольствием, Продолжение следует...